Беседа о воздержании Слово о воздержании мне всегда представляется весьма полезным и приличным для христовых рабов. В особенности же теперь нам благовременно будет обратиться с ним к вам. Итак, воспляшем вместе с прекрасным юношей духовный танец, восхваляя его воздержание не одними только словами, но и через подражание его делам, Иосифу, сыну Якова. Он был рачительным и постоянным стражем воздержания, хотя мог отдавать повеление самой царице, и в пышности, и роскоши проводить богатую и полную удовольствию жизнь, хотя мог быть господином таких и столь великих благ, однако обсудив, что богатство, могущество и слава приходят вместе с настоящей жизнью, и что выгода от них только временная, а что нет никакого конца у одной только добродетели, он поэтому набросил на удовольствие как бы некоторую узду, страх Христов. Богатство же, пышность и обещания своей госпожи он осмеял, считая страдания в темнице более приятными, чем жизнь в прекрасных чертогах, хотя для тех, кто отменно благообразен телом, властвовать над удовольствием и трудно. Он же представил такой образец воздержания, что красотой своей души затемнил красоту своего тела, что ввиду благообразия его тела он должен быть уподоблен некоторой прекрасной звезде, а ввиду прелести его души должен быть уподоблен ангелам. Нам же надлежит удивляться не только воздержание юноши, но и тем опасностям, каким он из-за того подвергался, считая дело служения удовольствием, более тяжким и более страшным, чем какова даже смерть. И ему будет удивляться тот, кто тщательно исследует его добродетель, и кто взвесит то, в какие времена он сохранил чистую свою душу. Он сохранил свободу ума, прежде явления на земле Господа и Творца Вселенной. Он воспитывался в доме нечестивых. Многие склоняли его к очень дурным делам, у него не было учителя воздержания. Все были рабами удовольствия, потворствовали своему чреву, не делали ничего благочестивого, ничего святого. Однако, живя среди столь многих и таковых нечестивцев, когда увидел возлежавшую, невоздержанную, свою госпожу, то не оказался предателем небесных сокровищ, но сохранил храм Святого Духа неопустошенным, предпочитая умереть, чем служить удовольствием. Он еще не слышал слов Павла, что тела наши – суть члены Христовы. Но прежде чем услышал божественный голос, он, уча нас в церквах, как нам надлежит бороться и сохранять неповрежденную душу, явил себя неуступающим по своему значению тем, кто были почтены небесными обещаниями. Если я, может сказать Иосиф, живший до Рождества Христова и не слышавший возвышенного апостола Павла, восклицавшего, что наши тела есть члены Христовы, думав, что Божиим рабам приличествует повелевать удовольствием, и не оказался расточителем воздержания, хотя перед моими глазами были приготовлены многие опасности, то в какой степени надлежит вам жить в воздержании со страхом и трепетом, чтобы не оказаться недостойными почести и чтобы члены Христовы не сделали членами блудодейцы? Это слово может оградить воздержанием всякую душу. Это слово легко тушить и тушит пылающие вожделения. Падающий в огонь дождь так легко не подавляет пламени, как заставляет увядать дурные вожделения та речь, допущенная в душу. Такие же речи нам может говорить и великий Иов, который не только был тщательным блюстителем воздержания, но даже положил для своих глаз закон, по которому они не должны были смотреть на лицо девицы и с боязни, чтобы сверкающая красота как-нибудь не обольстила его ума. Кто не удивился бы и не пришел бы в изумление, при виде того, что этот муж, поистине храбро боровшийся с дьяволом, и разрушавший все хитрые замыслы Лукавого, бежит от лица молодой женщины и отводит глаза от озерцания красивой девицы. Видя приступающего дьявола, он не убежал, но, полагаясь на свои силы, остался на месте, как лев. При виде же девицы он не остановился и не мешкал, чтобы рассмотреть ее красоту, но немедленно ушел. Без сомнения, он думал, что в борьбе с демонами нужен мужественный и отважный дух, а в деле заботы о воздержании победа уступается не вследствие общения человека с девицами, но вследствие удаления от них. Итак, кто дает обещание девства, тот получит советы от воздержаннейшего из всех людей, который и сам еще до воплощения Христа был столь рачительным блюстителем воздержания. Не следует с пренебрежением слушать о том, что и до воплощения Христа являлись праведники, представлявшие такой образец воздержания. Ведь тогда не было налицо того, что с такой силой побуждало бы к этой добродетели. И даже девам не вменялось в преступление их не родение, а сохранение воздержания. Как же это так? Да ведь по этой причине высочайший Бог, Творец Вселенной, и принял наш образ, чтобы свести с неба целомудрие ангелов. Итак, если и после такой чести люди предаются чувственным удовольствиям, то невозможно и выразить величины их безрассудством, в силу которого делают члены Христовы членами блудницы, они ослабляют проявление милосердия Божия к ним, и насколько от них зависит, делает его бесполезным для них. Демоны слушают и страшатся, так как Бог не допускает им соединяться с Собою, а нас соединяет с Собою. И после этого некоторые из верных дерзают разрывать связь со Христом и соединяться с блудницами. Не столь велико зло упасть с неба в грязь, сколь велико зло, сделавшись членом Христовым, лишиться божественной почести и стать членом блудодейцы. Поэтому, когда порочное вожделение воспламеняет душу, тотчас вспоминая о Христе, помышляя о том, что перед тобой стоит Павел, увещевающий тебя, и говорит, не знаете ли, что тела ваши, суть храма Христовы, члены Христовы, возьму ли члены Христовы, и сделай ли их членами блудницы. Если ты приведешь себе на память эти слова, то сейчас же увидишь, как убежит от тебя похоть. Если целомудренная и благонравная госпожа одним своим видом тотчас сделает целомудренными своих служанок, преданных постыдной страсти, то что удивительного, если воспоминание о Христе немедленно умершляет беспокоящую тебя похоть. Всегда имей перед своими глазами крест блистающий, и ты за это время уйдешь чистым от грехов. Как облаченный столб облачный, образ нашего креста, покрывал народ еврейский, чтобы он не потерпел какого-либо зла от египтян, так и крест перед нашими глазами, созерцаемый нами, тотчас отгоняет всякую злую похоть. Ведь он, спасение нашей души и спасительное противоядие от гнусных вожделений. В самом деле, немощи тела исцеляется искусством врачей, а больную душу немедленно излечивает Христово изречение. Поэтому и тех людей, которые согрешили, еще служат удовольствием плоти. Просим и умоляем пробудиться и образумиться, чтобы им не оказаться совсем во власти страстей, не быть унесенными их натиском и добровольно не подпасть к горькому рабству. Но чтобы противостать в воинском строю, укрепить свой ум страхом Христовым и выгнать из крепости жестокую владычесу, так, чтобы по удалению всякого порока и множества грехов мы могли со святой и чистой душой приступить к божественным и страшным таинствам великого Бога и Спасителя Иисуса Христа, которому слава и власть во веки веков. Аминь.